Генеральный партнер программы «Новости» – производственное предприятие «Меркурий-2». Доступные квартиры в комплексе «Кавказ» от надежного застройщика «Меркурий-2» в курортном районе Анапы. Детские и спортивные площадки, автопарковка, квартиры с видом на море, рассрочка оплаты. Срок сдачи первой очереди – 4 квартал 2016 года. Звоните 48 300. Партнер программы «Новости» – магазин «Модная школа». Здравствуйте! В эфире телеканал РЕН-ТВ. Новости Анапы. Регион. В студии Ирина Меркурьева. И смотрите сегодня выпуски. Все на субботник. Благоустройство и санитарный порядок на контроле общественности. Накануне Дня народного единства в Анапе проводится внеочередной субботник. Город готовится встретить государственный праздник чистым и опрятным. На городские улицы вышли все муниципальные служащие. Навести порядок на территориях, собрать в пакеты сухую листву, очистить прибордюрную часть дорог. Управление ЖКХ организовало работу мусоруборочных машин. На Пионерском проспекте уборку провели предприятие санаторно-курортного комплекса. По всему городу закипела работа. Опавшие листья, сухие ветки, мусор – все в мешки. На курорте глаз должны радовать чистые зеленые газоны и тротуары. С энтузиазмом идею субботника подхватила молодежь курорта. Специалисты Управления по делам молодежи и Центра 21 век организовали очистку улиц Ленина и Терской. Прежде всего это, конечно же, делается, чтобы содержать наш город в чистоте и порядке. Также подавать пример молодежи, жителям города, что это необходимо, что надо поддерживать свой город, чтобы все было в нем классно и очень красиво. И сегодня мы под посев улицы Ленина, от бульвара Евскина и до морпорта пройдемся таким образом и будем убираться. Работы проходят не только в городе, но и в сельских округах муниципалитета. Особое внимание поручено уделить въездным трассам. И в продолжение темы. Благоустройство курорта, которое полным ходом идет на городских улицах и в сельских округах, подключаются взрослые и дети. Детский сад номер 4 работает всего полтора года. И все работы по благоустройству территории ведутся своими силами. Полезному делу своих малышей здесь привлекают в игровой и познавательной форме. Детский садик новенький. Естественно, не было ни единого цветочка, ни единой травинушки. И все нашими силами, с помощью детишек наших воспитанников, уже второй раз мы запланировали такое мероприятие, как посадки деревьев на наших участках. Малыши в восторге. Не только сажают деревья, но и узнают много нового о деревьях, об окружающей среде. Они любят наблюдать за деревьями, рассматриваем, из чего состоит дерево, как оно растет. То есть, от самого рождения, что происходит с деревом, все деревья они знают, потихоньку распознают их и с удовольствием их узнают. Они разгадывают и загадки, уже все знают про деревья. И довольно порядка 20 деревьев знают. Ярослав Степанов помогал прикапывать корни, поливал деревья, чтобы они прижились. У него уже есть свое понимание, для чего же это делается. Чтобы люди видели, как деревья, и радовались, что они выросли, их деревья. Им они нравились. Высадили дубы, липы и березки. Озеленение территории продолжат будущее весной. Мы очень надеемся на то, что и сегодняшняя высадка деревьев, и предыдущие. Все деревья приживутся, и через несколько лет у нас волшебная страна будет утопать в зелени. А летом ребята будут играть уже в тени деревьев, посаженных своими руками. В микрорайоне Южной состоялось заседание Совета общественности, в котором приняли участие специалисты управления муниципального контроля. Вопросы благоустройства и санитарного порядка самые животрепещущие для гаража. На муниципальной территории дома номер 3, в переулке строителей, жильцы из ближайших домов устраивают свалку крупногабаритного мусора. Все несут к нам во двор. Диваны, мебель, ветки, все-все-все. Постоянно у нас там куча. Вот сейчас, вот коммунальщик часть вывозит, они как-то неплохо вывозят. А часть, половина, остается возле двух контейнеров, то, что вывозит на благоустройство. Практически крупногабаритный мусор они не вывозят. Как это решать вопрос? Как только подобные сообщения поступают от ТОСовцев, специалисты Управления муниципального контроля принимают меры к нарушителям. А недобросовестных домовладельцев, которые не заключают договоры на вывоз крупногабаритного мусора, составляются протоколы об административном правонарушении. Наказание – штраф. Подобная форма совместной работы, несомненно, приносит результаты. Еще ни одна жалоба или обращение активистов не остались без внимания. Муниципальный контроль в рамках закона и своих полномочий принимает меры. Так, в этом году силами органов ТОС и муниципального контроля были демонтированы гаражи в 12 микрорайоне. Нашли даже этих, стоит там на гараже, из которых каменные, нашли жителей этих. В общем, все, вброс решен положительно. Все гроши у нас снесли, только один, который, да, остался каменный, но он, в принципе, пойдет под снос. Вот. Потом здесь мы как-то встречались на ТСЖ «Инди Гирка». Вот. Тогда Татьяна Валентиновна была, и мы тоже были. Вот попросили их привести в порядок. То есть «Инди Гирка» моментально сработали. Гаражи одинакой красочкой покрасили, номера поставили, в общем, все четко. Это возможно, да? Да. Сотрудники администрации ответили на вопросы активистов, а те, в свою очередь, довели информацию до жителей курорта. В прошлом учебном году школа в поселке Виноградном отмечала 70-летие. Городская администрация преподнесла хороший подарок к юбилею – 700 тысяч рублей на ремонт пищеблока. На эти средства устаревшее оборудование заменили на современное. На курорте забота о социальных объектах – дело регулярное, а не только приурочено к праздничным датам. В этом учебном году ремонт пищеблока продолжили. Из муниципального бюджета было выделено полмиллиона рублей на ремонт четырех цехов. Отремонтировали два моечных цеха, поменяли свой облик мясо-рыбной и овощной цеха. Школьники должны быть обеспечены качественным горячим питанием. У нас дети из многодетных семей получают еще из кровавого бюджета датацию в 10 рублей. Из муниципального бюджета получают 9,50 на кормление, на горячие завтраки. И вот еще бесплатно два раза в неделю детки получают молоко. Родители приходят в школу к нам и спрашивают, сколько раз детки. Вот сегодня бабушка одна была у нас, хотела посмотреть, чем дети питаются, как они кушают. Мы с ней сходили в столовую, она посмотрела и осталась очень довольна. В такую светлую и чистую столовую, где еще и кормят вкусно, ребята приходят с удовольствием. В преддверии профессионального праздника органов внутренних дел продолжаем рассказывать о доблестных сотрудниках. Молодые кадры не уступают опытным. Старший сержант Артур Баштовенко в отдельный батальон патрульно-постовой службы полиции пришел всего 4 года назад. Со студенческой скамьи, сразу после окончания филиала Московского государственного гуманитарного университета имени Шолохова. И уже прикипел к своей непростой работе. Еще со школьной скамьи Артур Баштовенко знал, что будет работать в органах полиции. Примером для него всегда был дядя Акопа Сельбекян, сотрудник Федеральной службы исполнения наказания. И поэтому Артур иного пути для себя не видел. Какое-то время жили совместно. Я в принципе за дня в день встречали и провожали его. И постоянно человек в форме находился дома. Вот эта обстановка. Я ничего другого не видел. Собственно говоря, это основная причина, по которой я пошел в полицию. Это именно с самого детства то, что меня это окружало. Недавно Артур стал счастливым отцом. Считает, что современный мужчина должен успевать все. На работе быть профессионалом, дома заботливым мужем и отцом. Не жалеет нежности для любимой жены и маленькой дочери Лианы. Главное в жизни это дочь, семья. Пока она еще маленькая, два месяца. Пока это она нас воспитывает. Мы пока только привыкаем к ней, к ее поведению. Рабочий день у старшего сержанта Баштовенко ненормированный. График включает регулярные ночные дежурства и частые командировки. Супруга Светлана относится к этому с пониманием. Будущую жену Артур встретил в университете. Светлана не сразу обратила внимание на мужа, но Артур был настойчивым и добился взаимности. В 18 лет, как и положено мужчине, Артур ушел служить в армию. Светлана и там не оставляла его без поддержки. Он в Крымске служил. Пару раз в месяц приезжали, видели его. Он более серьезный стал, более уже как-то повзрослее. Все свободное время семья Баштовенко старается проводить вместе. Прогулки с дочкой на свежем воздухе на первом месте у молодого отца. Но и про саморазвитие не забывает. Чтение книг на самом деле очень увлекательно. Одно время занимался кикбоксингом. Сейчас в силу обстоятельств приходится заниматься рукопашным боем здесь, в Анапе. Работа у патрульно-постовой службы полиции – ежедневный калейдоскоп человеческих судеб. В понятии охрана общественного порядка в рамках маршрута, на который выходит патруль в наряд, в курортном городе входит очень много аспектов. Задача старшего сержанта – защитить жизнь и здоровье анапчан, прийти на помощь и предотвратить беду. Я думаю, это как образ жизни уже, иначе не назовешь. Склад жизни. Все для меня работа. Для меня работа – все. Артур мечтает, чтобы дочка, как подрастет, всегда с гордостью говорила – мой папа – полицейский. Турнир по мини-футболу на кубок Совета молодых депутатов состоялся в спорткомплексе «Первая школа Анапы». Соорганизаторами мероприятия стали управление по физкультуре и спорту и делам молодежи, молодежный совет при главе города. Возраст спортсменов от 14 до 30 лет. Первые матчи были сыграны между командами младшей возрастной группы. Сильнейшей среди школьников и студентов среднеспециальных учебных заведений оказалась сборная сила Витязева «Персей». Представители получили долгожданный кубок, диплом победителя, а также приз – 10 тысяч рублей. Серебряными призерами стали ребята из команды «Зеленка Юнайтед». После полудня страсти на поле возобновились с новой силой. В игру вступили студенты высших учебных заведений, моряки, рабочие, молодежь. Сильнейшими среди взрослых оказалась команда строительной компании «Технология Ка», которая увезла с собой весь комплект наград победителя турнира. Вторыми стали представители филиала РГСУ в Анапе команда «Модуль». Это первый подобный турнир. Организаторы высказали идею сделать его ежегодным. На курорте прошел первый чемпионат по виртуальному футболу. Вместо мячей и футбольного поля – джойстики. С каждым годом любителей поиграть в виртуальный футбол становится все больше. Для молодежи это не просто игра, целая стратегия. У каждого участника турнира своя тактика. К нам очень часто молодежь приходит поиграть именно в футбол. И мы подумали, а почему бы не сделать чемпионат по виртуальному футболу. И вместе с молодежным центром 21 век мы решили собрать ребят и организовать чемпионат по данному виду спорта. Максим Кушнаренко в виртуальный футбол играет 8 лет. И даже боролся за звание стать лучшим на отборочном чемпионате края, где занял четвертое место. Мы с ребятами ездили в Краснодар на турниры тоже, ну такие серьезные, отборочные. С разными успехами там выступали, но в принципе это было уже интересно, потому что это был как бы реально настоящий серьезный турнир. За приставками кипели совсем не виртуальные страсти. Харлампе Филипиде на последних минутах матча забил свой победный гол и стал обладателем переходящего кубка. Такой чемпионат будет проходить раз в месяц. Многие анапские родители знакомы с магазином «Модная школа», который радует посетителей качеством и ценой. А с ноября еще и обновленным расширенным ассортиментом. В торговом доме любой ребенок и даже подросток с высокими требованиями могут найти одежду для себя. Учитывая пожелания и потребности своих маленьких покупателей, магазин «Модная школа» расширяет свои границы. Теперь помимо элегантной школьной формы представлена коллекция верхней одежды. Здесь есть все – джемперы, шапочки самого различного дизайна, куртки, плащи, пальто. «Модная школа» научит идти в ногу со временем, одеваться стильно и красиво. Сегодня это актуально не только для взрослых, но и для детей. Уже появились карнавальные костюмы для детей и взрослых. Здесь мы стараемся охватить аудиторию и детского сада, приглашаем всех родителей детей детсадовского возраста, для того, чтобы можно было детей красиво, нарядно одеть к Новому году. Разнообразные ассортименты для девочек и для мальчиков. Новый год – одно из самых ярких событий. Создание карнавального костюма для ребенка – важный вопрос. В магазине представлены различные виды костюмов, в которых малышам будет комфортно, а родителей приятно удивят сцены. Дети смогут почувствовать себя персонажем любимого мультика, превратиться в Бэтмена или принцессу. Взрослым тоже есть из чего выбрать. Разнообразные наряды снегурочки, Деда Мороза и лесных жителей позволят воплотить практически любой образ для карнавала. В модной школе даже самые маленькие найдут наряд для торжественного выхода в свет. Для дошколят – размерный ряд от 26 до 30. А для ребят постарше – костюмы для праздников от 30 до 50. Детская одежда рассчитана на любую комплекцию и на все возрастные группы. В нашем магазине представлена одежда только российских производителей, которые подтверждают свое качество соответствующими сертификатами. И цены приятно родителей удивляют, так как мы являемся официальными представителями тех фабрик, продукция которых у нас представлена в магазине. Выпускной бал – время превращения бывших школьников в уже почти взрослых мужчин и женщин. Красивое платье или костюм – неизменимые атрибуты последнего школьного праздника. В магазине большая коллекция вечерней одежды, которую можно заказать заранее по каталогу. Все заказы будут приниматься в единственном экземпляре. В модной школе можно сделать ребенка любого возраста красивым и счастливым. Город Анапа, улица Новороссийская, 281. В преддверии замечательного праздника – Дня матери. Наша телерадиокомпания совместно с Управлением по делам семьи и детей муниципального образования город-курорт Анапа проводит открытый фотоконкурс «Милые мамочки портрет». Подробная информация о конкурсе совсем скоро появится на сайте anaparegion.ru. Следите за нашими новостями. А завершит выпуск прогноз погоды. В среду 4 ноября в Анапе ясно без осадков. Температура воздуха днем плюс 9-12 градусов. Ночью до 9 градусов тепла. Ветер северо-западный 3 метра в секунду. Атмосферное давление 764 миллиметра ртутного столба. Температура морской воды плюс 9 градусов. Четверг 5 ноября в Анапе пасмурно без осадков. Температура воздуха днем 8-11 градусов со знаком плюс. Ночью до 9 градусов тепла. Ветер северо-западный 2 метра в секунду. Атмосферное давление 762 миллиметра ртутного столба. Температура морской воды плюс 9 градусов. Генеральный партнер программы новости. Производственное предприятие «Меркурий-2» приступило к строительству нового многоквартирного комплекса «Кавказ». Эти и другие новости вы можете найти на нашем сайте. А я с вами прощаюсь. До встречи. Доступные квартиры в комплексе «Кавказ» от надежного застройщика «Меркурий-2» в курортном районе Анапы. Детские и спортивные площадки, автопарковка, квартиры с видом на море, рассрочка оплаты. Срок сдачи первой очереди 4 квартал 2016 года. Звоните 48 300. Школьная форма может быть яркой, модной и стильной. И самое главное – удобной. Приобрести эффектную и недорогую школьную форму, деловую повседневную одежду для детей и взрослых можно в магазине «Модная школа». Настоящий шик модной классики, европейский стиль, эксклюзивные аксессуары, молодежные тренды. Анапа, улица Новороссийская, 281. Анапа, улица Новороссийская, 281.